МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но в целом все фракции приветствуют это ужесточение, это правильно. Сегодня очень много фактов жестокого обращения. Буквально недавно в Красноярске вы видите, что очередной раз несознательные люди совершили факт поджога домашнего животного. И бороться с этим нужно, потому что, как показывает практика, сегодня убивают домашних животных, а завтра эти люди совершают такие же преступления уже над людьми. И если вы помните, то буквально год-два назад нашумевшая история, когда в сети, в интернете увидели видео, как издевались над домашними животными три подростка, потом выяснилось, оказывается, это видео ему 5 лет или 6 лет, так сказать, оно было сделано назад, а эти люди, они все уже отбывают в местах заключения за реальные преступления против реальных людей. Поэтому, конечно, бороться нужно в том числе и методами ужесточения. Хотя очень важно, чтобы эта статья реально заработала. К сожалению, сегодня есть проблема, что 245-я статья Уголовного кодекса не работает, она является нерабочей по целому ряду причин. Но, во-первых, нет даже методических рекомендаций по расследованию этого преступления. Но вы знаете, что в МВД на каждую статью, на каждое преступление есть методические рекомендации, как правоохранители должны какие действия делать, как расследовать. Вот по 245-й нет. Это, во-первых. Во-вторых, нет четко прописанного порядка экспертиз, то есть, когда травмируется животное, как проводить экспертизу. Этого тоже нет. И сегодня самое главное, что не очень правильно определён и не точно определён сама суть жестокого обращения. Именно поэтому многие пытаются, так сказать, правонарушители, преступники, по сути, они пытаются доказать, что их жестокое обращение было не из хулиганских побуждений, не из каких-то других. Они уходят от уголовного наказания. И я ещё хочу сказать, что очень важно, чтобы этот закон работал вместе с законом об ответственном обращении с животными. Дело в том, что вот 7 лет, к сожалению, трудно принять этот закон. Есть много объективных и субъективных причин, но он очень нужен. Мы помним, как вот недавно, так сказать, зоозащитники около стен Думы выступали за принятие этого закона. И действительно, он очень нужен. Дело в том, что этот закон, он должен защитить животных от фактов жестокого обращения с ними, а людей от безответственности владельцев домашних животных. Потому что вы видите, что сегодня есть факты, когда бойцовские собаки выгуливаются там практически без присмотра. Это неправильно. И в то же время нет нормального должного ухода и за служебными животными, за животными, которые использовались в зрелищно-развлекательных мероприятиях. Потому что сегодня их надо подровнять под служебных животных. Потому что если предприниматели, которые выжимали из них и зарабатывали там на дельфинариях передвижных, которые надо, конечно, запрещать, потому что дельфин должен проплывать 100 километров в день, или там в каких-то цирках передвижных, они наживались на этом, они становятся старые животные, их, извиняюсь, каких-то там коней, например, сдают на мясо комбинат и так далее. Это неправильно. Их должны содержать те люди, которые на них зарабатывали. Поэтому в комплексе, дорабатывая 245-ю статью, принимая закон об ответственном обращении с животными, это тот путь, действие которого мы можем навести порядок в этой сфере. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»